Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 24 августа 2020 года, и я продолжаю тему «Копим ваши души». Это четвёртая часть, она совершенно небольшая, потому что у нас будет разбор, продолжение вернее. Мы теперь будем разбираться в хитросплетении то, что касается пенсионных карт. Я буду сама разбираться, я иду неизведанным путём, я никогда не занималась этими вещами. Мало того, могу сказать, что мне по жизни это казалось неинтересным. Я творческий человек и считала, что все эти бухгалтерские, юридические, ещё какие-то дела, они, в общем-то, не для меня, и пускай этим занимается кто угодно, но только не я. А я потом, может быть, как-нибудь вникну, что всё это как-то вот меня вообще не касается. Конечно, это была глупость совершенная, и это ошибка. Начинать надо как можно раньше узнавать и юридические тонкости, и бухгалтерские тонкости. По крайней мере, то, что касается нас самих, нашей жизни. Но приходит время, и жизнь заставляет. И вот меня она заставила, она меня подвела к этому моменту. И, соответственно, я продолжаю эту тему. Те, кто видел предыдущий мой фильм «Копиум души» — третья часть, где мне предложили оферту, которую подписывают все пенсионеры, когда они получают социальную карту москвича. То есть на первом листе это бланк для получения карты. Естественно, там всё пишется в фамилии, имя, отчество капсом, как физлицо заполняется. А второе предлагают заполнить и расписаться. Там написано заявление, я всё показывала в этом фильме, и о признании человека недееспособным. То есть он сам своими руками должен это подписать, то, что он недееспособный. Всё это мудрёным языком машины, искусственного интеллекта написано. Я уверена, что это не человек писал, а искусственный интеллект. Специально, так сказать, всё это запутано. Поэтому живому человеку там вообще сложно разобраться. Ну и плюс передача персональных данных третьим лицам. И вот, естественно, было очень много комментариев. Мало того, я хочу сказать, что среди комментариев мы стали получать обратную связь, стали отвечать людям на комментарии чиновники, по всей видимости, потому что не было конкретного человека, чиновники из госуслуг. И поэтому надо будет сделать отдельный ролик. А сейчас я по другой немножечко теме. Вот смотрите, был такой комментарий. «Галина, благодарю вас, вы мне глаза открыли. Это же чудовищно». Кстати, о том, чтобы взять домой, почитать не дают. «Когда я попросила незаполненный бланк заявления на возмещение средств, потраченных на медицинские услуги, взять домой, чтобы почитать, подумать, у сотрудницы МФЦ были такие испуганные глаза, она забрала мне этот пустой бланк и, успокоившись, отказала. Думаю, что в вашем случае тоже могли отказать. Но то, что вы сфотографировали его, это замечательно. Можно сказать, мы теперь с открытыми глазами». И вот тут пишет Ирина Андриенко. Это пока у меня на проверке, поэтому здесь написано слова еще одного списка. «Все эти бланки есть в интернете, можно открыть и перечитать». Ну, я могу сказать, что Ирина лукавит. Всех этих бланков в интернете открыть и перечитать. Не знаю, я попробовала открыть и перечитать, и у меня ничего не вышло. Единственное, что у меня вышло, и с чем я вас сейчас ознакомлю. Вот я искала бланки на заполнение в МФЦ, забивала это по-разному, искала, 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 что там много чего узнала. Что карта социальная – это дебетовая карта, и дебет, кредит, прихода, расходы, средства, и для кого-то они пассивы, для кого-то активы, и кто-то там должник дебет – это должен, а кредит – это он верит. Это интересно, и это вообще отдельная тема. Говорит, о бухгалтерской – это надо мне во всё погружаться. Здесь выявилось ещё кое-что. Сейчас я вам это покажу. Вот ещё я выходила на сайты, искала информацию. Как вы видите, тут у них и юристы сидят. Юристы не отвечают, они только по телефону. Ну, возможно, надо сделать. По одному телефону я звонила, он не существует. Надо будет попробовать по другому телефону позвонить и записать это всё. Поскольку на карте есть личный счёт, на который можно самому перечислять деньги, соответственно, этой картой можно пользоваться как простой банковской картой. Я тоже это всё забивала. Ну и счёт можно проверить, как обычную карту в Сбербанке. Как проверить баланс? Социальная карта «Москвича онлайн» – это дебетовая. И вот это надо всё смотреть, что такое дебетовая, и разбираться, потому что моё интуитивное такое предположение, что через эти карты можно, это Клондайк, можно перегонять любые средства. Это же Клондайк, Эльдорадо. Списывая это на услуги, списывая это на социальную помощь, что подтверждается, вот то, что это название этой карты. Да, это всё возможно при вот этой карте. То есть это Клондайк действительно. И ребята, которые в теме, которые к источнику дохода своего, к бюджету имеют доступ, они, конечно, обязательно, эти наши товары, товарищи-пираты, они, конечно же, этим воспользуются. Им надо как-то грабить, и они пользуются любыми всякими путями. И это самое-самое то, это самый цимус. Но это ещё не конец, это ещё не всё. Дебет. Карта дебетовая. Банковская платёжная карта. Значит, социальная карта москвича, банковская платёжная карта. Это такая же обычная карта. Здесь идёт расшифровка. Дебет. Дебетовать. Списывать. Списывать счета. Вот он, дебет и кредит. Вот смотрите, дебет и кредит. А ещё мы знаем слово кредит. Всего лишь ударение перевели. Но всё это в одном смысле. Самое главное, что кругом, здесь игра. Это компьютерная игра. Посмотрите, что здесь. Дебет. Левая сторона бухгалтерского учёта. Ну, бухгалтера знают, конечно. И как это всё мудрёно написано? По активным и активно-пассивным счетам. Увеличение дебета означает увеличение стоимости имущества или имущественных прав организации. Кстати, карта дебетовая личная для человека. Но здесь пишется только имущество и имущественных прав организации. Про человека ничего не пишется. По пассивным счетам увеличение дебета означает уменьшение собственных средств организации источников. Происходит от латинского «дебет», что означает «он должен». В латыни для этого термина используется слово «дебетом» — «долг», «кредит» — правая сторона бухгалтерского счёта, там, где расписываются, кстати, где расписываются опекуны. А на левой стороне расписывается должник. И нам предлагают расписываться на левой стороне. Обратите внимание, мы всё время у них в должниках. По активным и активно-пассивным счетам увеличение кредита означает уменьшение стоимости имущества или имущественных прав организации. Опять-таки, про человека ничего не сказано. По пассивным счетам увеличение кредита означает увеличение собственных средств организации источников. Происходит от латинского «credit». Здесь нет ударения. Что означает? «Он верит». Дебет и кредит — части бухгалтерской проводки. Если переводить на карту, социальную карту москвича, то, возможно, они нас записывают или где-то в какие-то свои книги как организацию, права организации. Но мы-то думаем, что мы там человеки как-то ведём, а у них они же ненормальные, это же не человеческие все мозги. Это же психи, психопаты, у которых, как мы знаем, от безграничной власти идёт усыхание мозга, идёт деградация мозга, и они уже теряют все человеческие качества. Поэтому нам здесь надо будет разбираться в этом сумасшествии. Ну, конечно, может быть, и гуглотеры, им, может быть, всё понятно. Я очень сильно удивляюсь. Я очень сильно сомневаюсь, что им всё понятно. Но, тем не менее, вот здесь вот такое мутатень, она в том числе написана. Каким образом соотносить дебетовую карту к человеку, если здесь это никак не указано? Википедия эта информация идёт из источников, из учебников, официальных источников и так далее. Поэтому говорить, что верить Википедии, это не надо говорить, это тоже глупость, потому что сюда записывают источники, именно справочники, учебники, а не просто обо что. И вот в интернете, если как-то, как-то, вот я тоже спрашиваю, каким образом идёт начисление средств из бюджета? Ответа на это нет. Есть всё, что угодно. Смотрите, нету конкретного ответа. То есть такой вопрос не набирался в интернете. Либо его убирают. Нету. Такой информации нет. Вот напрямую, если. Ну и вот мне встретился сайт юриста. Это неофициальная информация по соцкарте. Это всего лишь сайт юриста. Но здесь есть кое-что интересное для нас, как подтверждение предположения о том, что через наши личные счета соцкарты проводятся колоссальные средства. И эти средства, конечно, идут мимо нашего носа. Вот я задавала вопрос, какую сумму перечисляет соцзащита на карту Москвича. Идёт информация, что, кому, чего положено, и так далее, и так далее. Как продукция, информационная справка. Всё как положено. А теперь я хочу, прежде чем подвести к основной информации этого фильма, я хочу задать аудитории вопрос. Скажите, пожалуйста, какие суммы пенсии начисляют нашим пенсионерам, нашему народу? Ну, какие? Ну, размеры пенсии. 10-20 тысяч. Ну, в Москве где-то 20 тысяч. Это с доплатами с московскими. У меня вот так в пенсии 8 тысяч, а с доплатами она там 20 получается. А по стране, наверное, ещё меньше. Ну, есть люди, у которых там, может быть, как-то они там свой стаж записали, может быть, у них 30 тысяч, да, где-то так. Ну, максимальный, как вы думаете, какой? Ну, так вот, ну, подумайте. Ну, примерно. Ну, максимальный, какая может быть пенсия? Ну, у какого-нибудь там профессора суперского, пуперского, у которого какие-то авторские изобретения. Хотя завтраство – это отдельно, значит, пенсия – это просто социальная защита. Ну, сколько? Ну, 50-100 тысяч, да? Ну, давайте посмотрим, какую-то информацию дает нам юрист. Так, места выдачи продукта. Сейчас, сейчас. Право на дотацию, фото, доверенность, правки на детей, сроки изготовления, льготный продукт, группа пенсионеры. Так, ещё, ещё. Не то, не то. Беременные женщины. Не то, не то, не то. Территориально. А, вот она. Какую сумму перечисляет соцзащита на карту «Москвича»? Вот мы уже пришли. ВТБ, банк ВТБ этим занимается. Социальная карта, кому положено. Так, 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 так. Социальная карта «Москвича», банка ВТБ, услуги, скидки, льготы, варианты, виды карт. Пенсионная карта. Вот давайте посмотрим. Дебетовая карта для пенсионеров предназначена для получения выплаты пенсии. Хорошо. Условия её выпуска и обслуживание выглядят следующим образом. Стоимость выпуска – ноль. Пенсионеру. Стоимость обслуживания – ноль. Валюта – рубли. Ну, признак рубля не сказан. Рубли. Процент – 0,04. Комиссия за снятие средств – ноль. Комиссия за снятие средств в банкоматах других банков – 0,005 ежедневный лимит обналичивания для одного человека, имеется в виду, 125 тысяч рублей. Ежемесячный лимит обналичивания для одного человека, пенсионера – 1 миллион рублей. Па-па-па-пам! Па-пам! Барабанная дробь. Это ежедневный. Слушайтесь и, так сказать, ещё раз включите голову на место, все на место. Ежедневный лимит обналичивания 125 тысяч рублей. Ежедневный лимит. То есть минимальная, вернее, максимальную сумму, которую может снять пенсионер со своей карты – 125 тысяч рублей ежедневно. Ежедневно. Это максимальный порог. В месяц ежемесячно максимальный порог он может снять 1 миллион рублей. А теперь скажите, для кого эти суммы? И вот теперь я считаю, что вот эта интуитивная догадка, что прогоняют и то, что из бюджета положено нам всем, пенсионерам, те или иные льготы, выплаты, которые списываются с наших советских рублей, с наших советских активов, с нас как советских граждан, получают некие пенсионеры, нам неизвестные. Ну, я так полагаю, я считаю, что это родственники или мертвые души и, скорее всего, родственники приближенных, ну, к тому же, тем же банкирам, кто в этом во всем участвует. Естественно, простые сотрудники, это к ним никак не относится, они в такой же упряжке, что и мы, только служат оккупантам. Ну, и вот эти деньги уходят, значит, пенсионеру, одному пенсионеру ежемесячно, он получает от 10, там, 8, 10, 15, 20, 30, максимум, мы 50 тысяч в месяц, вот в месяц. А есть пенсионеры, которые в месяц получают 1 миллион рублей. На секундочку, 1 миллион рублей. Причем здесь не написано, что это признак рубля. Вот такая информация. Благодарю за внимание. Далее будет информация по комментариям, а также еще и очень много по моей основной теме искажений истории по допотопной Москве и по Крыму, и по Крымской войне. Там очень много всякой информации. Поэтому я буду это делать в перемешку. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео. Пускай люди просвещаются. Сами заходите в интернет, учитесь. Давайте набивать вместе вот эту информацию. Может быть, кому-то еще что-то выйдет. А я это озвучу. Присылайте вашу информацию, я ее озвучу. Я все собираю в отдельную папочку интересные комментарии. Благодарю вас всех за поддержку, за благодарности. И есть очень интересная информационная подача отдельных комментаторов. Поэтому им отдельная благодарность. И я озвучу самые интересные комментарии, информационные, интересные. В следующих фильмах. Благодарю за внимание. До свидания.